Подобного социального форума в Кумертау еще не проводилось. Он объединил большое количество людей. Это руководители образовательных учреждений, учителя школ, воспитатели детских садов, родители, представители бизнес-элиты, общественные деятели, работники социальной сферы. Цель форума – выработать городскую стратегию развития социальной политики. Для этого, как прозвучало в докладе главы администрации города, необходимо регулярно проводить мониторинг дел в социальной сфере. Делать объективный срез проблем и достижений. Подвергаться анализу будет каждое направление в социальной политике. Вся информация будет содержаться в докладах, которые будут доступны широкой общественности. Первый доклад, который прозвучал на этом форуме, касался положения детей в городе. Своё же выступление на форуме глава администрации Борис Беляев завершил обращением, или, скорее сказать, призывом к взрослым не оставаться равнодушными к детским проблемам. Я хочу обратиться к каждому из вас от того, какими мы будем внимательными, чуткими, ответственными, зависит очень многое. Не оставляйте без внимания детей в вашем классе, в дворе, в подъезде. Не оставайтесь безучастными, мальчеливыми зрителями чужих детских трагедий. Не оставляйте без внимания всё, что может причинить непоправимый вред здоровью и жизни детей. Сломанные турники, качели, открытые люки колодцев, чердаки и подвалы. Город – наш общий дом. А чужих детей не бывает. Публичный доклад «Анализ положения детей в городском округе» озвучила заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Цель доклада – обеспечение информационно-аналитической основой для организации согласованной политики в городе в отношении семьи и детей. Озвученные в докладе цифры заставили задуматься участников форума. Например, растет число родителей, которые ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Растет число разводов. К сведению, за семь месяцев текущего года было зарегистрировано 318 браков, разводов – 184. 90% детей, находящихся на попечении государства, являются социальными сиротами. 111 детей стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Динамика рождаемости не утешает. В 2006-м в Кумертово проживало на 2500 детей больше, чем в текущем году. Наталья Лапшина озвучила в целом проблемы социальной политики. Это стареющая материальная база учреждений, стареющие педагогические кадры, низкий уровень заработной платы в социальной сфере, нехватка врачей и, наконец, падение нравственных основ в обществе. По словам заместителя главы, этот доклад – это начало работы над новым качественным этапом развития социальной политики. Это приглашение общественности к разговору и к действиям. Мы все верим в лучшее и желаем лучшего для себя и своих детей. Оно обязательно наступит, если каждый из нас будет создавать это лучшее, способствовать этому. Будущее семьи, будущее семьи города, страны заключено в детях, в их стремлениях, жизненных целях, привычках и желаниях, мыслях и мечтах. Если сбережем детей, сбережем наши семьи, сбережем страну. В этом и есть наша общая национальная идея. После форума у его участников, да и всех жителей города, была возможность побывать на семейном пикнике, организованном в городском парке. Увлекательная программа, игровые площадки, шарады, конкурсы, шоу мыльных пузырей, боди-арт, семейное меню в кафе, разнообразные семейные забавы, помогли создать настроение дружбы и особого семейного уюта. В учреждении образования представили выставку «Праздник урожая». Увиденное поражало воображение. Здесь сразу было несколько тематик – семейные ценности, тема космоса, войны 2012 года и многое другое. Все это было сделано для того, чтобы родители и дети могли познакомиться, какие игрушки и секции работают в городе, и чем можно заняться ребенка в свободное от учебы время. Вообще хочется, чтобы родители вместе с детьми занимались здоровьем, занимались экскурсиями в природу. Вообще, чтобы родители и дети были всегда вместе. И для них каждый день был день. Пикник – это прекрасный вид отдыха, чудесная возможность отвлечься от ежедневных забот и пообщаться с близкими. Видно было, что дети, которые на этот общегородской семейный пикник пришли вместе со своими родителями, получили удовольствие от общения. Пикник – это когда много людей, и они все дружные. Еще когда они все воспринимают в своей жизни. Понимаешь, я самая родительная, и я хочу, чем хорошие с ними, чтобы отношения дружные, чтобы все им было внимание. Татьяна Сафонова, Владимир Прищепа, Денис Тихонов. Итоги недели.